Девушки отдыхают С кубковой встречи против Липецкого Металлурга И оставил себе достаточно неплохое впечатление Ну и возвращение в состав Никиты Баженова Который, к слову, тоже в этом году Еще ни разу не выходил с первых минут За московский клуб Ну и вот сегодня ему доверил Валерий Карпин Место в стартовом составе Ну и возвращение, конечно же, Алексея Вильтона Это напрашивалось Ну и у ЦСКА сразу же несколько изменений И Зоран Тошич, новичок в команде в составе И Сиду Думбияи вернулся в строй После, как якобы говорят, ссоры с Леонидом Слуцким Кисуке Хонда Ну и возвращение старого, нового футболиста Вагнер Лав Когда объявлял диктор на стадионе состава играющих команд Конечно же, фамилию Вагнер Лава Болельщика ЦСКА приветствовали громче всего Видите, даже в нашей графике мы еще не успели сфотографировать этих футболистов Пока на месте, там где должно быть лицо, пока пустота Так это назовем Состав давайте я вам поподробнее сейчас назову Трудности составлять Хотя и те и другие В одинаковых условиях И вот они, футболисты, появляются из-под трибунового помещения В скором времени игра начнется Напомню вам турнирную таблицу Ну, пока давайте посмотрим, что творится на трибунах Вот сейчас уже спартаковская надпись должна быть вам видна Написано «Бейся» А у армейцев написано «В бой» Согласитесь, что очень похожи По-моему, креативные директоры тех и других один и тот же Но вот если у Спартака еще добавить букву «У» к слову «Бейся» Тоже получится очень интересно Красиво все это выглядит, конечно Не знаю как кому, а мне нравится вот это нововведение С исполнением гимна Российской Федерации Было видно, что и футболистам тоже это по душе Не только россиянам, но и легионерам Приветствуют друг друга судейская бригада и футболисты И в скором времени игра начнется Армейцы сейчас занимают четвертую строчку в турнирной таблице После достаточно хорошего уровня Но пока он, как вы сами понимаете, за Спартак еще не заявлен Только завтра ему предстоит пройти медосмотр Спартаковской медицинской бригады Вот так это назовем Но после этого уже будет понятно, когда его Спартак сможет завить Я думаю, что к следующему туру Пареха уже появится в обойме команды Может быть и Валерий Карпин доверит ему место в составе Ну а о Парехе мы поговорим Ну и, конечно же, все внимание новичкам ЦСКА Очень интересно посмотреть, в какой форме Вагнер Лав Очень интересно посмотреть, кто такой Сиду Думбия Ну и Зор Антошич тоже был достойен хвалебных отзывов за свое выступление в немецком Кельне Посмотрим, что он нам сегодня покажет Понеслась! Игра началась! ЦСКА в белой форме Спартак традиционно для себя красно-белой И аут первый в этой встрече выбросит из... Чуть-чуть, каких-то сантиметров Думбия не хватило Теперь ответ Спартака И снова правым флангом Там свободная зона была! Потому что Щеников задержался в атаке И Баженов отличной передачей находит в штрафной Ипсона Но не приноровился, как-то не подстроился под мяч Выход из обороны в атаку у Спартака Все-таки бедром, да, тут Ипсон мяч переправлял В ворота Может он, наверное, попробовать мяч в первом касании принять А вторым пробить Но... Братца Из-за этого циклота не получилось И теперь уже атака ЦСКА Обрезает Тошич Неточное передача в направлении Думбия Теперь уже мяч у Никиты Баженова С левой ноги он бьет в дальний угол И пролетал на пятой точке Там Велетон, пытаясь подставить ногу Вот в подкате, да? И переправить мяч в ворота Но то ли удар, прострел Баженов был сильный То ли Велетон очень медленно Жано Здорово, Велетон штрафной Скидка под удар Удар пошел, отлично! Вот она, первая по-настоящему такая интересная атака Спартака в этой встрече Дальний угол, но блестящую игру И реакцию показывает Игорь Акинфеев По-настоящему такой первый сейв Игоря в этой встрече И, посмотрите, какой мощный был удар у Алекс Что аж ногу свело у Акинфеева в этой ситуации Все было сделано здорово И по мысли, и по исполнению Ну и блестящая игра Галкипера российской сборной Пока Приводит чувство Галкипера ЦСКА Валерия Карпина есть возможность Дать ценное указание своим подопечным Организовался целый водопой У громки поля Спартакской скамейки Ну а у Акинфеева, судя по всему, не ногу свело Просит меня Игорь Так У Акинфеева Что-то с окроножной мышцей Ой-ой-ой-ой-ой-ой Нет, по-моему, Акинфеев игру продолжить не сможет Да, замена Замена требуется Галкиперу ЦСКА Вот такие вот дела Вот так номер, а Вроде бы ничего не предвещало На ровном месте Сибирь Меньше всех пропустила В чемпионате Или нет, или Акинфеев продолжит игру Прошу, прошу прощения Поднимаю руки вверх Забежал далеко вперед Просто я В основном отталкивался от Движений И реакции Медицинского штаба ЦСКА показали, что Замена И Чевчугов не зря продолжил одеваться Но сейчас он пошел просто Разминаться Ну, Акинфеев мужик Мужик И переводить Переводить По свободе здесь На правом фланге Баженов Перелетает мяч через Щеникова Баженов режет угол Баженов можно бить В передаче Зачем? Ой, гол! Мама миа! Что произошло, а? За голову хватаемся Гол в свои ворота Забивает ЦСКА Мяч от Василия Березуцкого Влетает в ворот Но Трагедия Игоря Акинфеева Трагедия Все обнимают Никита Баженова Но Что он делал? Можно было попробовать Пробить Но Баженов Делал передачу В направлении Вилетона Давайте еще раз Посмотрим И мяч от Березуцкого От Так От пузы Что ли Можно сказать Летит в сторону Акинфеева Почему он не ловил? Почему Игорь Мяч этот не ловил? Какой-то курьез Идиотский курьез Произошел сейчас В штрафной ЦСКА Почему Акинфеев Хотел этот мяч Выбить В одно касание ногой? Да Ну дела Но так или иначе Гол Не пахнет Гол Есть Гол Этот гол Забил Пусть и не футболист Спартака Но он засчитан Как спартаковский Нет Моя ставка Не сыграла Жану Остается на поле А поле покидает Игорь Хочу, чтобы Джанаев Пошел в штрафную Спартака И забил гол Штрафную Спартака Он пошел И забил гол Штрафную ЦСКА Теперь хочу, чтобы он пошел И забил гол Вот Не уйти от искушения Сказать, что Хочу, чтобы Акинфеев Теперь пошел Штрафную Спартака И забил гол Да просят меня Болельщики Краснобел Очень обидно, что Голкипор Российской сборной надежный галки допускает вот такие ляпы курьезы по-другому и не скажу штрафной зарабатывает армейцы позиция для кейсики хонды загарчик то у хонда а будь здоров солярий наверно про этот загар я даже говорить не буду туда в солярий ходить не надо на вот фонда так после юар почернил забронозовил другому я не скажу штрафной это как раз под него под японца под его левую колобаев отодвинул стенку наверное метров не на 9 на 12 далековато от мяча стоит фонда сам себе аккуратный мяч установил прямой разбег удар письяков грудью пусть и так пусть и так главное что мяч не в ворота а то и от груди мог мяч ворот залететь фонда подача штрафную дубия мяч вылетал там из гуще игроков и и ворицу тяжело его было обработать вводить мяч в игру и повтор удара фонды хороший получился удар над стенкой плечо даже не грудью а плечом отбил этот мяч письяков но и видели какая траектория вагнер вот он может что-то нарисовать играет стенку с дубия и это фолк это нарушение правил ну а кинфей с его удара могут прийти и попробовать пробить так на злости знаете бывает как человек например война но у мяча снова кей суки хонда смотрите 34 нарушения 17 17 по фолам очень боевая на сегодня игра очень боевая 82 минута встречи 25 метров и без малого до ворот сергей письякова у мяча сергей игношевич и кей суки хонда хонда отходит будет бить игношевич первом тайме он и зубой на позиции пробил стенку как будет сейчас не очень уверенно действует письяков можно попробовать пробить его его угол игношевич удары мяч в воротах 111 сергей игношевич блестящий исполненный штрафной удар сергея игношевича и выручает он сейчас своего партнера по команде то бишь игоря кинфеева удар конечно игношевича получился великолепный никаких вопросов письяков быть не может посмотреть по такой траектории аккурат в уголочек положил но великолепно письякова может быть не хватило прыжочка может быть можно было и прочитать что кинфе что игношевич раз забегает вот так мячу на силу бить не будет но и смотрите да саенко один прыгнул а кто там еще ставил стенки по моему это был марок сухи он передача вагнер вагнер против сухи и что там показывает колобаев а услышь что было уже карточка это раз а во вторых а нет не штрафной не штрафной вагнер показывает а вот смотри я сижу уже за линии прошивлюк пытается что-то доказать но я пожалуй соглашусь сейчас давайте посмотрим с игроками спартака таких эпизодов можно собрать массу в любой встрече да чуть-чуть блокировал но что здесь мягкие игрушки что мне кажется колобаев ну свистнул и свистнул ладно и имеет право но еще один шанс для армейцев 89 минута встречи первом тайме самом начале игры примерно с этой же позиции только в другие ворота армейцы свой шанс не реализовали тогда игношевич пробил стенку и и что любопытно тогда тоже свалил сухи посмотрим как сейчас но беспокоен конечно же валерий карта игношевич а вот отсюда он уже будет бить на силу смотрите по разбегу а может быть и хонда игношевич удар выше ворот попади в створ шансов был песнякова не было бы вообще никаких мяч бы пулей вонзился там вверх не ухал но кинфеев кинфеев на шейч ворота не попал здесь здорово отработал мамаев вообще вот мамаев сегодня продел колоссальный объем работы сыграл очень здорово вагнер выход один один вагнер вагнер 2-1 циска вырывает победу в дерби в матче против спартака павел мамаев герой матча да забил вагнер но какой же пас ему сделал сейчас павел мамаев вагнер лав триумфальное возвращение в родные пенаты вот это развязочка вот это да и что же там центра обороны спартака где сухи где стран целяции как так можно играть на последних минутах а непонятно абсолютно непонятно повезло здесь конечно вагнеру рикошетом от ноги стран цели мяч улетает ворота песнякова и он просто провожает взглядом этот мяч то что я говорил вернулась циска бумерангов но не ищите какого-то заговора в моих словах не ищите но конечно и циска этим моментом я распорядился лучше ну и вагнер лав вагнер лава под аплодисменты торсида армейской покидает пределы поля уходит он отработав честно свои 92 минуты и забив 93 даже почти 94 и забив наверное победный мяч и выходит элвер ракимич под премиальный как говорят футболисты колобаев смотрится же на секундомеры и сейчас наверное даст на финальный свисток а циска продолжает атаковать все куализы не торопятся идет идет штрафной его там прессингуют его там накрывают и не с нарушением правил пытались мяч отобрать и алиса заработал угловой и все все финальный свисток александра колобаева фиксирует волевую победу циска столичном дерби против спартака напомню что на 72 минуте счет открыл василий березуцкий отправив мяч собственные ворота так спартак повел счете на 83 игношевич блестяще исполнил штрафной ничья 1-1 и уже в компенсированное арбитром время вагнер лав принес победу армейскому клубу для вас работал на матче спартак цска константин генич это был очень интересный увлекательный и событийный футбол смотрите наш футбол на нтв плюс всем счастливо пока